Вареная, копченая, молочная, докторская. Да, все это про сосиски и колбасы. Сегодня трудно найти человека, который не любит эти мясные изделия. Разве что веганы и вегетарианцы. Меня зовут Асем Хасенхаза. Это программа Made in KZ. Сегодня узнаете о том, как в Казахстане производят эти деликатесы. Изготовление колбасных изделий имеет долгую историю. Почти две тысячи лет. Но сосиски в том виде, в котором мы их привыкли употреблять, появились пару столетий назад. Их создателем считается мясник Иоганн Ланнер. Ремеслу он обучался во Франкфурте. А первую лавку открыл после переезда в Вену в начале 19 века. И вот эти два города, Вена и Франкфурт, до сих пор спорят, кто же из них достоин гордого звания родины сосисок. Так, производство сосисок и колбас, конечно, начинается с чистых рук в цех. Пускай только тех, кто уважает гигиену. Обязательно нужно надевать халат, шапочку, бахилы. Из привычного нам только вот матка. Но мне ради съемок разрешили ее сегодня не надевать. Поехали. На мясоперерабатывающем заводе должно быть очень холодно. И в Нур-Султане это правило чтут. Температура здесь примерно плюс 4. И такое ощущение, что нас поместили в холодильник. Ну а мясное производство начинается в этом отделении. После закупки сырья, мяса. Именно здесь его делят по сортам для дальнейшей выработки различных колбасных изделий. В цехе, конечно же, все начинается с приема сырья, а именно точнее мяса. И разделки мяса. Здесь, как пчелки, трудятся сразу 5 работников. Они вручную разделывают каждый кусочек мяса. Одна часть отправляется на копчение. В основном это чистая мякоть. Другая для изготовления других продуктов. Качественные продукты делают из хорошо очищенного филе. На этом этапе специалисты отделяют от мясных заготовок жилы, хрящи, соединительной ткани и жир. После обвалки мясо нарезают на небольшие кусочки и отправляют в этот аппарат. Он всем нам известен как мясорубка. Готовый фарш выходит отсюда, затем его отправляют либо в холодильную камеру, либо уже на следующий этап производства. Далее, согласно рецептуре, мясо взвешивают и отправляют на вторичное измельчение в гибрид фаршемешалки и мясорубки. Затем начинается процесс вторичного измельчения фарша. Делает это вот такой вот большой металлический чан-мешалка. Его называют кутер. И также именно на этом этапе работники добавляют в фарш соль, перец, а также другие необходимые ингредиенты и специи. Все, работник это сделал. Сейчас крышка чана закроется и кутер начнет свое дело. Согласно рецептуре, в некоторых случаях также добавляют молоко и жир, а также специи. За счет вращения ножей на высокой скорости, в течение 10 минут получается необходимая однородная масса. Затем эту пасту отправляют в специальный формовочный цех. Готовый паштет загружают в шприц-дозатор. Это один из финальных этапов производства сосисок, а именно формовка. Здесь, как мы видим, процесс полуавтоматизирован. И именно здесь сосиски приобретают тот самый внешний вид, к которому мы так привыкли. Затем будущим сосискам дают отдохнуть. Как минимум часа два. За это время внутри батончиков идут химические реакции и созревает товарный цвет. Если же их сразу отправить в горячую печку, то снаружи они будут розовые. Но внутри, например, серые, что не очень привлекательно. Это называется колбасное изделие получило термический удар. Ну а далее следует уже сама термообработка. В специальной камере сосиски варят и коптят примерно полтора часа. Работает экономика простых вещей, то есть замещение импортных продовольственных товаров на местной сбиркой Made in KZ. Затем готовые изделия отправляются на полки в магазинах. В зависимости от сорта, колбасы и сосиски нужно хранить в холодильнике около месяца-двух. Вкусно, качественно и ничего лишнего. Вот так производят в Казахстане. 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 Казахстане.